Приветствую вас на глобальном уровне. Я вижу у вас перенос ответственности за свою жизнь с себя на вашего молодого человека. То есть, молодой человек, в принципе, ведет свою линию поведения. Эта линия поведения проявляется в том, что его девочка не должна одевать платья, краски и так далее. То есть, ну, это такие взгляды у мужчины. Мы сейчас не будем говорить о том, почему он так себя ведет. Я не думаю, что это важно в данном случае. Вот. У него четко появится позиция. Вы эту четкую позицию принимаете. То есть, вы позволяете, точнее, позволили своему молодому человеку вам это запрещать. Ну, раз, позволили ему это запрещать, значит, он это и запрещает. Что, в общем, логично. И момент здесь заключается в том, почему вы позволили ему это запрещать. Либо вам нравится такое положение, когда вам что-то запрещают. Либо вы боитесь его потерять, и тогда вы зависит от него, и вам нужно преодолевать зависимость, бороться с ней. Работать над собой, повышать свою самооценку, там, значит, самоуважение и так далее. Осознавать потребности. Вот. Это, значит, второе. Третье. Это то, что изначально такой ситуации не было, а ситуация появилась эта лишь вот спустя, там, какое-то время. То есть, ну, вот. В результате каких-то событий мужчина стал так себя вести. Он эту проблему не проработали, но просто позволили ему вот так, вот, значит, себя с собой вести. И в этой ситуации вам, вот в последнем, третьем случае, вам занести себя, ну, да, точно, определенно. То есть, вы своему молодому человеку говорите, что, прости, но это мое дело. Как я крашусь, как я одеваюсь и так далее. То есть, ты мне указывать, а, вот, это, не имеешь права на самом деле. Думайте. Да, молодой человек воспримет это негативно. Молодой человек, скорее всего, очень агрессивнее воспримет. Но по-другому вам, если вы действительно хотите ситуацию изменить, по-другому вам не тратят. То есть, только высказывать свою четкую повречу и отстаивать ее. По сути, все. Так было всегда, что если у кого-то из нас есть свои индивидуальные черты, индивидуальные какие-то моменты и аспекты, да, то нам их необходимо отстаивать. Вот, ладно, нужно их отстаивать. И вопрос заключается в том, что вам не желают это делать. Почему вы этого не делаете сами? Почему вы позволяете так вот с собой обращаться? Вот и все. Дальше вы задаете вопрос, очень интересный на мой взгляд. Вы говорите, как мне быть? А как вы хотите? Вот как вы хотите, так вам и нужно быть. С чего вы хотите, в ту сторону вам не стоит двигаться. Вот и все. Если вы хотите, например, допустим, все-таки одеваться так, как вы хотите. Если вы хотите вести себя так, как вы хотите. Если вы хотите наносить макияж так, как вам нравится. Соответственно, нужно действовать в одном направлении. В том направлении, которое я вам сказал, я вам указал и так далее. Если вы хотите с мужчиной быть. Именно с ним быть. Если вы понимаете его такую позицию. Если вы, ну, как бы для себя вот решили, что, ну, что поделать. Ну, вот он такой, я все равно хочу с ним быть. Для меня это не критично. То тогда вам придется всем этим пожертвовать. Вот и все. Есть, конечно, еще один вариант. Это вариант о том, что вы с мужчиной разговариваете на тему того, что он ведет себя ненормально. Что его позиция ненормальна. Что его отношение ненормально. Но это уже, опять же, зависит от того, насколько человек к вам прислушивается. И насколько у вас будет возможность доказать ему и показать, что его поведение, ну, неадекватно. Да, главное по плану, что он допрещает вам быть собой. Вот. Вам, может быть, имеет смысл понять, почему он так себя ведет. А ведет себя он так из-за неуверенности в себе, из-за ревности, из-за страха вас потерять. Ну, а вы, получается, если позволяете им это делать, тоже боитесь его потерять. Вот, получается, такая ситуация, что вы оба друг друга боитесь потерять и оба себе вредите. То есть, молодой человек вредит себе тем, что запрещает вам быть собой, а вы себе вредите тем, что запрещаете себе быть собой и вредите тем, что позволяете ему вредить себе. позволяете ему не быть собой, командовать вам и что-то вам запрещать. Вот. То есть, понимаете, отталкиваться нужно изначально именно из того и от того, с чего вы сами хотите, с чего вы хотите, как вы хотите и так далее. И вот уже исходя из этого, исходя из того, с чего вы хотите и нужно будет исходить. Ну, и нужно будет и выстраивать вашу модель поведения, вашу стратегию, работу с вами, если угодно. Потому что то, что вы позволили ему себе чего-то запрещать, это уже повод для работы с психологом, потому что это обесценивание себя. А если вы обесцениваете себя, то естественно, что вас также будут обесценивать. Вот и все. То есть, вы в эту ситуацию для себя постарайтесь все обдумать как следует. И примите решение, что вы будете делать, в каком направлении будете двигаться. И тогда мы сможем вам помочь, в зависимости от вашего выбора. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.